всем привет с вами как всегда я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду наконец-то наступают теплые деньки и самое время заняться приготовлением чего-нибудь на даче сегодня я хочу вам показать рецепт который по моему личному рейтингу по соотношению трудозатория и результат находится неизменно на первом месте я хочу вам показать как я готовлю семгу холодного копчения да я понимаю что семга довольно дорогая рыба но если сравнить стоимость за килограмм свежей семги и стоимость сыра копченый то цена явно в пользу свежей и приготовить ее очень просто поэтому я покажу как это делаю а вы подумайте и может быть решитесь тоже на такое же действие я уже показывал вот в этом ролике как я филирую семгу поэтому чтобы не повторяться сделал это сейчас за кадром вот у меня два замечательных филе в качестве альтернативного варианта взамен дорогой семги хочу вам показать как я копчу тем же холодным способом скумбрию ее тоже выпущу за кадром совершенно замечательная рыба на мой вкус и как мне кажется она почти не проигрывает в результате такого способа приготовления семги давайте приступим а начинается все с приготовления засолочной смеси очень просто на филе весом примерно 900 грамм килограмм я беру две ложки крупной морской соли две столовых ложки и одну столовую ложку сахара вы сейчас наверняка начнете спрашивать можно ли добавлять перец прятости какие-то если хотите добавляете но на мой взгляд для семги этого абсолютно не требуется она без того изумительно хороша и еще момент если вы будете только засаливать рыбу а не коптить в дальнейшем то очень хорошо к свежей семки подходит укроп поэтому можно положить свежего укропа прям в пучках не надо нарезать и мучиться так вот посолочная смесь для одного филе готовы я приготовил лоток надо разрезать филе так чтобы она поместилась филе я освободил от косточек но со шкурки не снимал на шкурки коптить потом будет значительно проще режу приблизительно пополам сразу вторую также на основании посудина в которой все будет просаливаться положу совсем немного посолочной смеси все равно рыба в процессе посола даст сок и этот сок будет насквозь пропитан солью и сахаром укладываю сейчас шкуркой вниз так ну давайте наверно вот так во второе филе в этот край просаливаю в этот раз гораздо более обильно и укладываю вторую партию филе на этот раз шкуркой вниз потому что через шкуру соль проходит значительно медленнее через чем через плоть рыбы ну и оставшуюся соль высыпаю поверх всего этого дела собственно все накрываю сейчас пленкой и убираю в холодильник через сутки у нас в этом лотке будет слабосоленая семга через двое-трое суток уже будет посол нормальный и после этого можно будет продолжать кстати через сутки уже можно резать и с удовольствием есть отставляю пока эту сторону теперь что касается скумбрии скумбрию я засаливаю только солью сахар не добавляю на мой вкус для скумбрии это совершенно не нужно сахарами виду обратите внимание я из брюшка скумбрии и не только выпотрошил но и снял вот эту вот черную пленку которая бывает у по моему подавляющее большинство морской рыбы эта черная пленка придает неприятный горький привкус рыбы поэтому нужно тщательно и удалять ну естественно удалены все жабры просаливаю с скумбрии соли нужно больше вот на такую небольшую рыбку весом она на граммов 350 я кладу целую столовую ложку соли изнутри и снаружи основную массу соли я добавляю брюшко опять же исходя из той же самой логики что через шкуру соль в рыбу проникает значительно медленнее чем через плоть остаток соли пойдет уже снаружи все тщательно протираю этой самой соли снаружи тоже а теперь все это дело нужно тоже убрать в холодильник у меня к сожалению лотка такого размера чтобы скумбрия удобно убралась нет поэтому я ее заворачиваю очень плотно пищевую пленку и в таком виде в холодильнике храню те же самые двое-трое суток как и семгу перед посолом на этом посолка и упаковка рыбы закончена встретимся через пару дней доброе утро прошло два дня с тех пор как я отправил эту рыбу солица в холодильник хотел сегодня подсушить на улице но слишком сильный ветер поднялся сейчас нужно смыть с рыбы с поверхности лишнюю соль и подвесить ее просушиваться подвяливаться важный момент подвяливаться рыбе подсушиваться нужно в проветриваем помещении без солнца но ветра сильного сквозняков быть не должно иначе поверхность рыбы и особенно это важно для семги для лосося так вот поверхность рыбной плоти не прикрытой чешуей пересохнет и будет очень мощный дисбаланс между нежной мякотью еще влажной и вот этот поверхностной пленочкой поэтому я и не использую тот самый дегидратор вот в этом выпуске вы можете посмотреть я его использовал именно для семги сегодня и так вот у меня замечательная совершенно семга да еще не сказал я заранее подготовился и связал несколько таких петелек на них я буду подвешивать рыбу и подвязывал несколько спичек ими раскрою брюшки у скумбрии и так поехали для начала ополаскиваю рыбу под водой кстати обратите внимание сколько на текло сока с рыбы видите целая куча ладно хоть болтать а теперь остается только привязать все это дело веревочками хочу обратить ваше внимание я не учу вас как это сделать правильно я имею ввиду за заители закоптить рыбу я делюсь своим опытом так вот исходя из моего опыта приготовление этой рыбы для просолки с той концентрацией соли сахара который вам показывал достаточно двух дней ничего страшного не произойдет если у вас не будет времени раньше взять эту рыбу на просушку и пролежит она вас в этой соли неделю но вот в этом промежутке можете действовать и это я считаю очень удобно для работающего человека и тогда когда этого требует процесс приготовления заниматься тогда когда у вас есть время потому мне так и нравится этот рецепт потому и так настойчиво его и рекомендую здесь все просто проколол протянул шнурок готова что касается подсушивания я практически о всех роликах где говорю про копчение не важно чего рыбы мясо обращаю ваше внимание сейчас тоже это сделаю потому-то потому что это очень важно перед тем как убирать какой-то продукт в коптильную камеру неважно горячего холодного копчения его нужно подвялить лишняя влага в коптильной камере противопоказано если в коптильной камере будет влага эта влага неизбежно сконденсируется на продукте пропитавшись предварительно смолами тяжелыми элементами и на вашем продукте будут очень некрасивые потеки да это просто вредно и так с рыбой расправился тоже пока ее сторону с семгой расправился а теперь надо также промыть скумбрию лень не разматывать спарю пленку ножом красивые безумно красиво пробываю ну и скумбрия тоже промыто все очень просто есть петля делаем такую вот дополнительную набрасываем ее на хвостик подтягиваем и готов подвес смотрите замечательная рыбка красота и не забыть вставить брюшко спички раскрыть чтобы просушивался изнутри тоже то что мы сейчас делаем это не досушивание до такого состояния как бывает там сухой вяленой рыбы нет это только избавление от лишней влаги на поверхности и и в зависимости от температуры влажности у вас дома зависимости от сквозняков этот процесс может растянуться от там 2 3 часов до 8 9 часов я думаю у нас сегодня достаточно сухо дождей на улице нет поэтому мне на сушку хватит часов 5 6 и через пять-шесть часов я отправлю все это дело в коптильню оставайтесь с нами итак прошло 6 часов и рыба достаточно подвялилась у нас на улице достаточно прохладно поэтому коптить я буду выбери если на улице более тепло я пользуюсь двухкамерной коптильней про дымогенератор я рассказывал в отдельном ролике щелкайте вот сюда и посмотрите все подробности а я его уже запалил раскочегарил как ведь он прекрасно дымит вот с этим количеством дыма для красной рыбы достаточно будет 4 5 часов копчения для скумбрии потому что она вся снаружи покрыта шкуркой в отличие от как раз таки семги от филе семки понадобится больше часов 7-8 наверно давайте приступать если положить просто вот так рыбу как я сейчас сделал то ничего хорошего из этого не выйдет потому что от источника дыма до рыбы слишком близкое расстояние и куски которые находятся непосредственно над всем гай этим дымом пропитается слишком сильно чрезмерно появится даже такой кисловатый привкус поэтому вот для этого случая я создаю между источником дыма и рыбой такую прослойку из фольги и делается это очень просто кусок фольги пробиваю несколько отверстий не очень много но так чтобы дым через них проходил а теперь делаю полок или полок все такая простенькая конструкция даст достаточно равномерное распределение дыма внутри этого ящика теперь я возвращаю на место рыбу все мои веревочки надо прибрать и остается накрыть это крышкой вместе со сверстями и оставить коптиться как я сказал для красной рыбы часа 4 для скумбрии часов 8 какая красота все таки получается я уже весь в предвкушении итак с тех пор как я рыбу брал в коптильню прошло 4 дня коптилась семга у меня 4 часа одна скумбрия прокоптилась 8 часов вторая сутки после копчения я достал семгу дал ей полежать на воздухе и продышаться чтобы излишек дыма ушел приблизительно два часа после чего упаковал в пленку и оставил в холодильнике в таком виде на эти четыре дня три получается да если учесть что сутки на всякие копчения прошли так вот за эти три дня все вкусы и ароматы дыма выровнялись по всему объему куска и сейчас настало время пробы однако вы постоянно меня упрекаете что я слишком ярко выражаю свои чувства и восхищаюсь своей продукцией поэтому что вы не думали что я здесь ем какую-то пластмассу восхищаюсь я специально выписал из москвы себе двух профессиональных восхитителей знакомьтесь игорь и ксюша и сейчас мы приступим я обещаю вам честно все рассказать про скумбрию а ты что молчишь про семгу расскажешь я про семгу хотя я на самом деле я хотел по скумбрию не подеремся у меня есть история с детства про скумбрия я когда маленьким мальчиком был то время очереди были всякие в магазинах и бабушка вот частенько стояла в очереди приносила чуть вкусненькая одним из таких блюд у меня была скумбрия холодного копчения с этим черным хлебушком кирпичиком вот черного хлебушка мы тебе не дадим я мог завалить вот целую скумбрию было мне тогда лет семь восемь можно раздевать уже давай сначала все-таки с чемга разберемся видишь я не терпел и так вот она какая получилась чемга вы видите какая красота вы не видите ну зато мои профессиональные пробователи видят давайте пробовать мне кажется надо слепых как положено дегустаторов сначала там обонятельные ощущения да я все перепутал профессиональные восхитительные они дегустатор это две большие разницы я хочу сказать да изумительное сочетание слабого посола и легкого дымка я тоже солю рыбу ну такой дымок великолепный слабый но очень ароматный у меня не получается очень вкусно такая достаточная есть жесткость она не разваливается в то же время очень мягкая был плотность на это не жесткость плотность на настоя ошибся и нет излишнего жира очень хорошо а я сейчас постараюсь закатить глаза как у меня обычно это получается не уверен что получится на на это хорошо ну как получилось да вся остальная семга почти вся уже уже съедена за кадр я тоже смотрел ролики держались три куска было больших или 4 даже но у тебя зато все твои дегустаторы крайне благодарны а теперь приходим к скумбрии так какую наверно все 2 распечатать какая из них какая вы помните а вот это суточная мне кажется что вот это темнее это суточная ну да вот та которая более желтая она суточная почему я засеял на сутки коптить потому что решил что она может не пролежать больше там чем неделю а мне хотел попробовать более длительного копчения хотя мне нравится конечно когда рыба не слезает слишком сильно пахнет дымом так ну вот цвет у этой восхитительный вот более желтая похоже на магазинные да а вот это вот более слабый цвет сейчас сравним еще и по вкусу что получается действительно это выглядит как промышленного дима даже хочется спросить где продается такая рыба она продается в сыром виде а дальше мне кажется этот нежнее итак смотрим на срезе на среде наверно она практически не отличается да вот это сочнее немножечко 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 и мягче ну что давайте пробовать особенно интересно мнение эксперта по скумбре но ты в более копченую взял да да суточную как приятно есть кадре хочу вам сказать такие вкусные вещи где ну мне кажется что копчение на сутки ну гораздо лучше почему здесь получилась смесь это слабо соленая чуть под копченая и у нее нет на на мой взгляд нет какой-то изюминки ну а вот в этой она есть ты меня заиндригал ой попробуй для вот первый я пробовал слабо слабо копченую который через 8 часов всего коптилась мне показалось что соли немножко многовато для потому что запаха дымы сильного нет а соль присутствует явно совершенно больше на соленую похожи да да менее копченая более соленая посмотри и запомни этот цвет это вот отлично суточная наш выбор восхитители могут увести с собой да ну конечно касательно суточный не знаю надо подумать еще наверное над режимами сушки ну и подвяливание потому что на мой вкус запах копчения у скумбрии у суточный прекрасный соленость хороша но она суховатая ну в сравнении вот с этой вот восьмичасовой хотелось бы немножко более влажную что ли более более мясистую такую скумбрию может быть она должна быть которая уходит в осень пожирнее может кстати мне кажется сама рыба не очень жирная у нас сейчас весна и поэтому рыба может быть не очень жирная может действительно в этом дело но я даже и летом буду продолжать коптить поэтому попробуй зимнюю когда в зиму уходит рыба на более жирная обязательно вы сейчас вы просто обязаны приезжать на к на каждый ролик на пробу надо ведь не поверят вот эти вот хвостики на веревочках тоже мне напомнили одну историю расскажешь следующий раз это будет отдельным кадром как-то был лет десять назад в одной деревне в смоленской области с товарищем нам понадобилось поехать в лес посмотреть там участок под вырубку дров и взяли местного мужичка одного такого ну такой мужичок такой слегка с питой но оделся культурно в пиджачке такой михалыч такой поехали с ним приехали в лес он нам показал участок где мы можем порубиться вот мы открыли там тормозок свой нехитрый там бутербродики чаек а вот он достает из кармана бутылочку в водочке такую иначе то уже будете ребятам играм да нет как бы пей сам уже чем мы завалем там и так далее но он культурный в пиджачке открывает эту водочку полу пиджака из кармана достает вот такой вот хвостик скумбрия скультурный человек закуской и так подводя итог по моим рекомендациям вам по копчению и солению рыбы во первых с использованием дымогенератора про которого показывал делать это смело хоть даже на балконе потому что дыма реально мало и контролировать процесс легко не бойтесь длительного времени по копчению потому что сам контроль вот в данном случае с таким небольшим количеством рыбы сводится с таким небольшим количеством дыма сводится к тому чтобы два раза в сутки заполнить свежими опилками дымогенератор что касается количества соли разным людям нравится разное количество соли причем сильно разные поэтому думаю ко второму к третьему разу вы уже определитесь и найдете свое идеальное сочетание ну я надеюсь что сегодняшние профессиональные восхитители вас хоть немного убедили в том что это действительно не пластмассовая рыба и вы все-таки решитесь и будете ее готовить спасибо за компанию пока спасибо всем пока я хочу доесть выключаю же